О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. С вами Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Минимизировать пробки. Что планируют предпринять для избежания заторов у места реконструкции и развязки на Змейногорском тракте? Голосование за благоустройство общественных территорий подходит к концу. Какие места в лидерах и можно ли еще успеть проголосовать? Неплохой улов. 14 килограммов рыбы за два дня. На Алтае открыли сезон рыбалки. Начнем. Первый из 10 трамваев нового поколения прибыл в Барнаул. Вагон белорусского производства пришел в краевую столицу по контракту краевого Минтранса. В барнаульских пабликах появились фотографии новинки. Однако снимки всего лишь иллюстративные, заверили в Минтрансе и обещали в ближайшее время показать трамваи. Напомним, 10 белорусских трамваев должны были доставить в Барнаул до 1 апреля, но поставку отложили на несколько месяцев. Новый вагон припарковали в депо номер 3. Когда привезут остальные и как скоро они начнут курсировать по городу, пока неизвестно. И к другим темам. Немного расширить южный тракт на подъезде к месту реконструкции развязки на Зминогорском тракте планируется в ближайшее время. Вопрос обсуждают представители Алтайавтодора и ГИБДД. Напомним, накануне здесь перенесли кольцо и горожане писали в соцсетях о пробке с южного в сторону центра города. Почему пришлось немного скорректировать движение, что сейчас происходит за забором стройки и что еще планируют, чтобы в этом месте избежать заторов, мы выясняли в нашем сюжете. Сегодня побыстрее до развязки, наверное, не 40 минут, как вчера, минут 10, наверное. Из-за строительства новой развязки на Зминогорском тракте пришлось изменить схему движения. Старое кольцо передвинули на 40 метров. Именно на этом месте появится конструкция железобетонного путепровода номер 1, составная часть будущего тоннеля. Подрядчик уже вовсю работает за забором на территории временного строительного городка. Сейчас здесь готовятся к переносу систем напорной канализации и газопровода. Закупают основные материалы, колодцы, трубы. По ходу работ пришлось внести коррективы в движение, перенести кольцо. Раньше его проезжали, большегрузы и так далее. И, по сути, своими колесами заезжали на обочину, на какую-то газонную часть, для бы срезать путь движения. Сейчас, когда забор поставили, немного уменьшился для того, чтобы заходили. И, по сути, сейчас там грузовик, дальномер занимает две полосы. Количество полос не изменилось. Движение, по сути, осталось прежним, как на старом кольце, подчеркивает эксперт. Подумали и о пешеходах. Их маршрут указан на остановочных павильонах. Такая схема дорожного движения будет действовать до конца 2023 года. Чтобы максимально избежать пробок, планируют внести еще некоторые коррективы. Сейчас устроена дополнительная полоса, движение устраивается в районе КП. Разобрали сейчас тротуар, устроили щедо ночную подготовку. В ближайшее время, как позволит погода, мы заасфальтируем этот участок дороги. Весь транзит в город Барнаул, как бы, минуя кольцо, мы ее попробуем деленаторами выделить, как бы, чтобы они правилами кольца не пользовались, и целиком проходили сюда, в город Барнаул. Чтобы максимально разгрузить трафик, эксперты совместно с ГИБДД рассматривают возможность добавления еще одной полосы движения на Южном тракте. Добиться этого хотят путем сужения строительной площадки. Но не дальше, чем опора линии освещения. Этого должно быть достаточно, чтобы организовать две полосы движения шириной по три метра. Предположительно, весной 24-го года в связи со следующим этапом строительства развязки появится другая схема движения, которую уже разрабатывают совместно с техническим вузом. Напомним, новая развязка будет состоять из трех уровней. Тоннель, вот это будет одностороннее движение, одна полоса по тоннелю, и она пошла сразу на Змеиногорск. Тоннель первый уровень, круговой перекресток Змеиногорского и Южного трактов второй, а путепровод, соединяющий шоссе, ленточный бор с трассой А322-3. По словам экспертов, конфликтных точек пересечения транспортных потоков не будет. А пока нужно привыкнуть и перетерпеть временные неудобства. Строительство планируют завершить к концу 2024 года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. 46 тысяч барнаульцев с сегодняшнего дня останутся без горячей воды. В краевой столице начинается второй этап опрессовки. Отключение пройдет на нескольких участках. Первый коснется Павловского тракта, проспекта энергетиков, улицы Власихинской. Второй – Солнечные поляны, Балтийская улица, Северно-Власихинского проезда. Третий – самый масштабный, улицы Взлетная, Попова, Антона Петрова, Гущина, Северо-Западной. Горячая вода исчезнет на 9 дней до 7 июня. За это время ремонтники планируют проверить состояние теплосети протяженностью в 217 километров. Алтайские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ изъяли на границе с Казахстаном 27 тысяч контрафактных наборов с конструктором «Лего». Грузовик задержали на пропускном пункте в Веселоярске. В нем перевозили бытовую технику, посуду, игрушки. С последним и возникли проблемы. Детские конструкторы с логотипом «Лего» не числились в накладной. Среди наборов были обнаружены подделки известных серий, среди которых «Марвел», «Старвар», «Ниндзяга» и «Майнкрафт». Судя по иероглифам на коробках, игрушки были произведены в Китае. Экспертиза подтвердила, что конструкторы не являются оригинальными. Товар изъят. Проводится работа по оценке ущерба правообладателям товарных знаков. В поселке Катунь Алтайского района продолжает работу форум «Алтай. Территория развития». В этом году он проходит в нашем регионе в 15-й раз. Зачем молодые люди со всей России и из других стран каждый год приезжают на алтайскую землю? И на какую поддержку могут рассчитывать участники форума, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Пожалуй, самый известный форум в Сибири – «Алтай. Территория развития». Сегодня второй день работы. Уже который год именно АТР открывает летнюю форумную кампанию в нашей стране. Фактически форум превратился и вырос от палаточного городка на берегу Катуни до таких вот комфортных условиях, при которых мы сейчас общаемся, получаем новые знания. За 15 лет форум действительно вырос. Сегодня АТР – это 66 регионов, 9 стран, более 500 участников от 18 до 35 лет. Все они приехали за опытом, инструментами, поддержкой. Некоторые АТРовцы прошлых лет возвращаются сюда уже в качестве экспертов. Поскольку основным организатором форума выступает правительство Алтайского края, вполне логично, что одна из главных задач АТР – побудить талантливую молодежь реализовывать себя именно на Алтае. Поддерживать инициативы будут грантами. В 2022 году у нас по линии Росмолодежи было 19 победителей, которые получили гранты на общую сумму около 10 миллионов рублей. И думаю, что и в этом году все сложится точно так же интересно, успешно и результативно. На форуме 8 образовательных площадок – «Мой бизнес», «Госстарт», «Медиадвиж», «Я профи» и не только. Участники будут развивать кадровый потенциал, молодежное предпринимательство, социальные проекты. А ключевая тема АТР в этом году – наставничество. Являясь самым молодым руководителем, это сложно. У меня на участке работают и люди пенсионного возраста, и молодые. Мне нужно как-то с ними научиться работать. Многие здесь на этапе старта, то есть они либо запускают свои организации, либо открывают в селах волонтерские отряды. И большой запрос как раз на этот опыт, на эту программу, которую мы проработали. И, конечно, помимо новых знаний, участника форума ждет знакомство с Алтайским краем. Мы очень много говорим про образовавку, это супер важно. Но я впервые в вашем регионе, я восхищена природой. И даже к своему стыду не знала, извините, что есть республика Алтай, а есть Алтайский край. Это очень много людей. Да, да, да. Для многих будет откровение. Молодежный форум «Алтай. Территория развития» будет работать в поселке Катунь до 2 июня. Об итогах форума и об интересных проектах мы еще обязательно расскажем. Ирина Корчагина, День с толком. В Барнауле заработали бесплатные курсы для собаководов, где учат правильно воспитывать питомцев. Занятия для любителей собак организовали алтайские кинологи на средства федерального гранта. Теоретические и практические занятия будут полезны как владельцам собак, так и тем, кто только планирует завести четвероногого друга. На курсах будут учить о замвоспитании. От правильного выгула до оказания первой медицинской помощи. Кинологи отмечают, что социальный проект «Воспитай друга» крайне важен для края, так как в регионе нет бесплатного социального кинолога, который бы объяснял, как нужно воспитывать хвостатых. Часто люди относятся к собакам, как к своим детям, начинают их воспитывать. Собаки на это не реагируют. Собака – это собаку, ее нужно воспитывать так, как положено для нее. То есть и часто бывают вот такие вот перекосы в воспитании, что собаки начинают убегать, тянуть поводок, гавкать, где-то кидаться, где-то убегают, где-то люди не справляются с ними. После этого мы получаем бродячих собак, после этого мы получаем какое-то неконтролируемое потомство. Консультации проходят еженедельно в четырех районах города. Расписание и номера телефонов, по которым можно записаться на курсы, опубликованы на официальной страничке Федерации кинологического спорта Алтайского края ВКонтакте. И к другим темам. Бесплатно пройти реабилитацию после травм или операций на позвоночнике. Такая возможность появилась у жителей Алтайского края. Новое отделение открылось в диагностическом центре. Наша съемочная группа выяснила все подробности. За один сеанс пациенту ставят от 1 до 25 иголок. Каждая в биологически активную точку, которая отвечает за группу органов. Через иглоукалывание проходят практически все пациенты, которые сегодня реабилитируются в диагностическом центре Алтайского края. В зависимости от сопутствующих заболеваний подбирается специальный рецепт, чтобы и на сопутствующие заболевания действовали, и в основном заболевание, к которому он пришел в данный момент. Раз, два, три, четыре. Новое отделение реабилитации открылось в центре в апреле этого года. Здесь проходит лечение жителей края с нарушениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Барнаулиц Дмитрий Акатьев как раз один из них. Проблемы со спиной передались мужчине по наследству. Постоянная боль, слабость, онемение конечностей. Позади 10 дней лечения. ЛФК, иглоукалывание, физиотерапия, массаж, улучшения заметил сразу, говорит Дмитрий. Я уже по рекомендации преподавателей ЛФК выбрал упражнения, которые мне нравится делать. И сейчас практикую делать это дома, чтобы это как чистка зубов вошло в привычку. И вот утром встал, сделал ЛФК 20 минут и дальше уже идешь заниматься своими делами. С каждым пациентом составляет индивидуальный маршрут лечения в зависимости от того, с чем пришел человек. После травмы, операции. После проведенных оперативных лечений, эндопротезирования, при операции на позвоночнике, спустя 6-8 недель, мы можем начинать пациента реабилитировать. Если пациент сам к нам доходит, мы с этим пациентом можем работать дальше. Запорой на трости или на костылях, но сами. Важно, что реабилитация в новом отделении диагностического центра проводится бесплатно по полис ОМС. А получить направление пациент может в своей поликлинике. Ирина Корчагина, Егор Волков. День с толком. Ровно сутки остались до конца голосования по выбору городских объектов благоустройства. Больше 60 тысяч голосов барнаульцы уже отдали за территории, которые хотят видеть преображенными в 2024 году. Какие места сейчас находятся в ТОП-3 и можно ли еще успеть отдать свой голос – подробнее далее. Здесь очень много гуляют пожилые люди и дети. Очень бы хотелось, чтобы она преобразилась и асфальтирование, дополнительные лавочки, скамейки появились. Потому что действительно это людям не хватает. Освещение, конечно же. Мест, которые вызвали наибольший интерес барнаульцев, судя по предварительным данным голосования, три. Это бывший парк имени Ленина, Сиреневый бульвар и Демидовская площадь. Какая из территорий получит шанс на глобальное преображение в 2024 году, узнаем после 31 мая. Очень активно в этом году барнаульцы голосуют. У нас более 60 тысяч голосов на сегодняшний день. И говорить о каком-то конкретном лидере пока рано. Потому что каждый день нос к носу. Это может быть парк имени Ленина, это может быть Сиреневый бульвар, либо Демидовская площадь. Если тройка лидеров не поменяется, то можно представить, какие преображения их ждут в случае победы. В бывшем парке имени Ленина построят тротуары и дорожки, детские и спортивные площадки, установят освещение. Но главное – обновят зеленый фонд. Проект благоустройства Демидовской площади предусматривает озеленение, пешеходные дорожки, появление уличной мебели, ограждения по периметру. А Сиреневый бульвар, ремонт асфальта, детских и спортивных зон, оформление скамеек и освещение в едином стиле. Но еще есть возможность проголосовать за ту территорию, которую хотите видеть благоустроенной именно вы. Есть несколько способов. Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на страничке за.городскаясреда.ру проголосовать посредством авторизации через портал госуслуги, а также с помощью нас, волонтеров по подтвержденному номеру телефона. Участие в голосовании могут принять все барнаульцы в возрасте от 14 лет до 31 мая включительно. Мария Мацаева, День с толком. 14 килограммов рыбы за два дня. Такой улов стал максимальным в личном зачете среди 53 участников на соревнованиях «Сорочий лог-2023». Поймать больше не дали погодные условия. Почему даже профессиональным рыбакам мешает ветер и как в целом прошло открытие сезона рыбалки в Алтайском крае, узнаете далее. Ну ничего. Водохранилище в «Сорочий лагуна» заклинание «Ловись рыбка большая и маленькая» Людмилы Воробьевой отозвалось и, подобно Джину, просьбу выполнила. Спустя два часа к среднему подлещику прибавилось два поменьше. Однако профессиональная рыбачка считает, что на соревнованиях роль играет не удача, а с норовкой знания. Брызгать и на крючок. Они с разными вкусами. И так можно подобрать, что рыба хочет в данный момент. Вот вы как считаете, что сейчас рыбка хочет? Сейчас рыбка хочет специи. Заядлые рыбаки уверены, важна не только наживка, но и место расположения. Тем более, когда речь идет о донной удочке. Людмиле попался в сектор В, самый неглубокий из всех. Поэтому она приноровилась к броскам не сразу. Но, как отмечает главный судья, это нормальная практика. Люди сначала забрасывают грузик, промеряются, находят себе какие-то бровки, неровности, травку. Там, где они предполагают, что будет больше скопления рыбы. И уже выбирая себе дистанцию ловли, на какой они будут ловить, они в своем секторе каждый ловят и стараются превзойти своего соперника. Соперников, кстати, было много. 53 человека. Поэтому добыча старалась поменьше активничать. Злую шутку для рыбаков сыграла еще и погода. Сильный ветер помогал обитателям водохранилища рвать снасти, которые у профессиональных рыбаков особенные. Сейчас ветер очень сильный, кормушки 100 грамм. Мы их кидаем, все на одной дистанции стоим, где-то за 40 метров. Кидаем, и получается хлопки. Рыба осторожничает, не так, то есть не сильно подходит к насадке. То есть она поднимает ее, попсосы какие-то и бросает. Крючок тонкий, мелкий, чтобы рыба не боялась его. Несмотря на ветреную погоду, соревнования прошли удачно. Максимальный улов в личном зачете за два дня составит 14 килограммов. А ведь сезон только начался. Кстати, рыбаки отметили, что скорее всего он будет удачным. Ведь уровень воды в реках по сравнению с прошлым годом нормализовался. Данил Кузнецов, День с толком. А на этом у меня все новости уходящего дня. Для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. Прямо сейчас узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Прямо сейчас узнаем, какой будет погода.